Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли носить вещи с умершего? Если вам кто-то скажет, что нет, нельзя, то скажите, я слушал ответ батюшки на портале Экзегет, и он сказал следующее, да, можно. Ну, на это можно и заканчивать, хотя, наверное, вы попросите рассказать вам несколько подробнее на эту тему. Дело в том, что вещи умершего не несут с собой какой-то энергетики смерти. Нельзя смертью заразиться. Мы ее заражены со времен грехопадения дамы Евы, и не умрем раньше от того, что мы носим курточку умершего дедушки. Господь, мол, решил, тебе там 70 лет, тебе 80, тебе 120, но вот что ж ты курточку-то наделал? Вот теперь тебе 25. Ну, сам, мол, виноват. Ну, что это за магия? Ну, не может такого быть. Не может являться. Не может ношение одежды умершего человека принудить Господа Бога уменьшить срок твоей жизни. Понятное дело, что мы сами уменьшаем срок своей жизни, когда едим некачественную пищу, предаем, завидуем, гневаемся, раздражаемся, живем в экологически неблагоприятных районах. То есть все это сказывается в конечной нашей жизни. Не соблюдаем заповеди почитания родителей. Это единственная заповедь, которая предполагает некоторую награду в виде долголетия и земного благополучия тем, кто обеспечивает своих родителей в старости. Это заповедь не о беспрекословном послушании родителям. Ну, а другая тема. Вернемся к нашему одежды. Постирай и носи себя на здоровье. Хоть на второй день после смерти, хоть на сороковый, без разницы. Хочешь раздать, раздай. Неносибельная она, 60-х годов, ну, выкини. Или раздай уже совсем-совсем нуждающимся. Хотя сейчас уже и бездомные иногда смотрят, взять или не взять. Ну, смотря в каком городе, конечно. Поэтому закончу ответ на свой вопрос с повторением, чего уже говорил. Нравится вещь? Носи на здоровье. У нас же не возникает только вопрос, когда от нашего дедушки или от родителей остается у нас следствия квартира, автомобиль, счет в банке. Не возникает почему-то, да? Или какая-то сумма наличными. Да, конечно же, да. Антиквариат, картины. Да-да-да, еще и деремся, еще и с братьями и сестрами. Еще проклинаем родственников своих. Еще потом начинаем относиться к ним с ненавистью до конца дней их. Еще обижаемся на бабушку, дедушку, родителей своих. Вот, они его больше любили, ему больше оставили. А как только речь идет о вещах незначительных, ой-ой, нельзя их носить, нельзя их раздавать до 40-го дня. То есть, ой-ой-ой, что что-то произойдет-то? Вот, в квартире, в которой там умер дедушка, мы живем с большим удовольствием. А вот, кровать, на которой он умер, не-не-не, это надо сжечь, это надо куда-то там, не притрагиваясь, отдать, а то и сами будем спать на ней и помрем. Все это предрассудки, все это суеверие. Вот, только истинная вера в Бога все эти предрассудки уничтожает и искореняет. И живется легко-легко, просто и просто. Перестаешь жить в страхе, что ты запустишь какие-то тайные законы, мироздания, и смертью умрешь. Нет. Почитай родителей, питай себя правильно, чти заповеди Господа Бога, и будешь долголетен ты на земле. Не в зависимости от того, что ты носишь, что ты одеваешь, когда, от кого. Если уже совсем как-то мнительность мешает вам носить чужую одежду, возьми святую воду, покрапи еще молитвы на освящении, вещи. С молитвой или без молитвы. Во имя Отца и Сына, с того Духа. Покрапи вещи сию, и все будет хорошо. Храни вас Бог, братья и сестры, а особенно от суеверий. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok